Я хочу вам рассказать о своей жизни, о своей проблеме, что я не могу забеременеть. Да, да, войдите. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вы по записи? Да. Это клиника Медведя. Да, это клиника Медведя. А у вас на которое время записи? У меня на 2 часа дня, на 14 часов. Но сейчас еще без 15. Без 15. Ну, я пришла к вам, чтобы уточнить, я записана к доктору Амбел Иванович. А, сейчас, секундочку, секундочку, сейчас я посмотрю. Ага. На 2 часа? Да, на 14 часов. 14.00. Да. Григориан Елизавета Федоровна, да? Да, Григориан. А я попала сюда, да? Да, Амбел Иванович. Какие у вас вопросы, скажите, пожалуйста? Ну, у меня вопрос, что на протяжении долгих лет я не могу забеременеть. А сколько вам полных лет? Ой, много. Ну, сколько? Мне надо знать, что нужно говорить, как у священника. Вы же знаете. 45. Вы нести 45, да? Да. Полный. Да. Число и месяц, и год. Четвертый, 0,2. А год? Ой, тысячу. Господи, помилуй, уже с памятью. Ну, 45 лет вы забываете уже? Да. А что вы думаете, с 25 лет я забываю. Это у вас наследственное? Да. Рассеянный склероз? Да. Ну, 45 лет, это сколько? Какого года? 70? С 70-го. 73-го? Да, где-то там. 73-го, да. 4-го, 0,2-го, 73-го, 1973-го года. Да. Так, мужу сколько? 53, вы сказали, да? 53. 53 полных года, да? Он какого числа рождения месяц? Он май месяц. Май месяц, а число? 9-ое. 9-ое. 9-ое, да. Он как победоносец, да? Да. А что ж такое летение? Что случилось? Сколько у вас секс бывает регулярно, интим у вас? Сколько раз в день? Присаживайтесь. Нет, спасибо. Не раз в день, а раз в месяц. Так мало? Да. Ну, ему 53 года, а я моложе. А, то есть вам легче, да? Да, да. Ну, так у вас были аборты? Нет. Не абортов, не прерванной беременности? Нет, нет. Нет, ничего нет. А муж проверялся? Да, его не затянешь. Он не хочет. Не идет, да? Если что, я виновата. Я по всей дамы. Он нас обвиняет, да? Ну, да, обвиняет. Тут копилочка у нас стоит, а тут змея. Это символ медицины, чтобы вы понимали. Да, ну, понятно. Понятно, для чего копилочка, а то... Нет, это просто... Мы ничего не к вам не обязываем. Это просто часть декора. Понятно. Так сказать, благотворительность. Это по желанию абсолютно не имеет отношения. Понятно, понятно. Так, ну что, давайте будем делать осмотр. Вы давно были у гинеколога? Сколько лет назад? Ну, не сколько лет, годик где-то примерно. И что вам тогда сказали? А где вы были? Там все здорово и нормально, в больнице было. То есть вы проверялись, вы по-женски здорово, не было ни операции? И тем не менее ничего не получали. Операции не было, по-женски не удаляли ничего? Нет, ничего, все нормально. Все на месте, все нормально. Какие-то сопутствующие заболевания? Были. Дневмония, ожоги, сетчатки, диабет. Да, диабет, потом сетчатка, отложение... То есть, как оно, господи, оперирование... Ослоение, наверное. Ослоение сетчатки, оно не лечится, да. Операцию сделали, я на него не вижу. Угу, так, отберение сетчатки. Сейчас, подождите, я там на виду. Дневмония, диабет, ослоение сетчатки. Еще какие-то были заболевания? Ну, ОРЗ, как всегда. Горь, в детстве, в детстве болела коря. Стофилокоп, коклюш? Нет, не было ни вот это. И желтухи, чекар, водкина, не было, нет, не было. ВИЧ-гепатит давали у нас здесь в лаборатории? Вы уже дали? Да. Ответ отрицательный? Да. То есть ВИЧ-гепатит нет, все понятно. Так, ну, тут, конечно, надо мне бы мужа посмотреть в первую очередь. Вот, если вы пили. Ну, у нас же только на веревке затянешь. А если подпоить чем-то привезти, нет? Ну, чем я подпою, я же не колдунья. Подпою, да не чем. Ну, давайте ложитесь, смотрите, у нас есть кресло. Сейчас я включу освещение. Я посмотрю быстро, вы не стесняйтесь? Сейчас одену рукавицы. Угу. Ложитесь в кресло. Ага. Так. Ложитесь в кресло. Смотрите, садитесь вот так вперед коленками. Ага. Вы знаете как, да? Да. Вот так вперед коленками. Тапочки снимайте. Да, разбывайтесь. Аккуратно. Ноги закидывайте одну сюда, ногу. Перекидывайте. Осторожно. Она сама болит. Вот так. Вот, вторую на другую сторону. Ой! Давайте, давайте. По крайней мере, помогите мне вот эту ногу. Ну. Ой, ой. Вот так. Спокойно садитесь в дырку. Опа. Ага. И теперь ложитесь сюда. Так, сейчас я вам подушечку подстилю. Ой. У нас все придумано. Нормально, комфортно вам? Да. Запрокидывайте голову обратно. Ложитесь за головой сюда. Вот сюда, да? Ложитесь. Тут удобно. Удобно голове? Да. Так, ну что, будем делать осмотр. Подождите. Руки на плеть. За голову руки. Открывайте широко рот. Так, а что же это за осмотр? Гинеколога ротом. Ну, вы знаете, что проблема вся изо рта идет. Открывайте рот. Шире скажите. А-а-а. А-а-а. Так, у вас нет семи зубов верхних, да? Да, шесть или семь. Ага. И шо теперь? Э, в регуляции давно была у вас? Шо? Ну. По-новому. Нет, это, знаете, сейчас новые технологии. Просто проблемы того, что женщина не может забеременеть, идут от полостерфта. Микробы, которые остаются в ротовой полости, они по туннелю, через кишечник, через задний проход. Выходит задний проход и заходит туда. О-о-о. Да. И там оно делается атрофия. Я давно-то не была на этом, больше года, наверное. Я такого не слышала, доктор. Да, это новая технология. Так, а ну скажи, еще раз откройте рот. Ага. Я смотрю, слизистая у вас бледная. Ага. А сколько раз в день вы едите? По-разному. У меня же сахарный диабет 5-6 раз. Но это не значит, что я ем полностью. Я могу перекусить. Перекус яблочко. Или там авокадо кусочек. Такой его, понимаете, перекус. А так нормально кушать, как все люди, 3 раза. А так перекус. Вот оно как-то. А ну дышите. Глубокий вдох остановится. Ну пока ничего не бьется. То есть беременности нет. Конечно нет. Нет. А давно был интим у вас? Что? Интим давно был у вас? Да, давно. А откуда же будет беременность? О, не знаю. А любовники были у вас? Нет. Вы всю жизнь жили только с одним мужем? Или несколько мужем? С одним, да? Нет. И до 45 не получилось. Да, да. Я не знаю. Может у него причина. Может у него причина. Но его уже на веревке не затащишь. Это я могу пройти уже. Долбить, долбить, долбить. Я думаю, ну пойду я. А я буду виноват. А сделай так. Раф. Раф. А зачем? Ну надо мне услышать. Раф. Раф. Еще. Звонче. Звонче. Раф. О, вот так еще раз. Раф. Айот. Но в следующий раз, в момент интима, вы должны вот так делать. Понимаете? Это тогда открывает все мышцы мудренности. И тогда легче проникает мужское это туда, до яйцеклетки. Понимаете? Ага. Когда вы делаете ра. 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 Это как собачка. Он испугается. Он испугается, что укус него, вы понимаете, все равно нет. Поэтому надо что-то делать. Ну да. Так, все с вами понятно. У меня есть, значит... Так, можно мне подниматься? Да. Поможете мне? Да, конечно. У меня уже спина заболела. Давайте, давайте. Вот так. Теперь ножки. Теперь какую вам ногу? Вот эту сначала, наверное. Надо сперва ее сюда назад. Ой. Так. Ого. Так. А теперь эту. И вот эту. Сейчас я тут могу, знаете. Повернитесь, да. Может быть, да. Развернитесь, присаживайтесь на стул. Так. Вот так-так-так-так-так-так. Все. Ну, я хоть пошла, я хоть успокоила его, хоть сходила. А теперь его очередь. Что ему вы скажете, будем посмотреть. Так. Все. Нормально. Отдохну немножко. Присаживайтесь сюда за стуль. Сейчас, сейчас, сейчас. Позаписывайте. Сейчас. Забуду, я уже так рано. В общем, смотрите. Вам нужно пойти в поликлинику по месту жительства. Где вы прописаны? В каком городе? В Ленинграде? Да. Или в пригороде? В Ленинграде, да? Да, да, да. Ленинград. Какая улица? Калинина. 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 Мы просто соседи с вами, не дышать не надо. Калинина, дом? Пять. Дом, пять, квартира? Двадцать пять. Двадцать пять. Ваша фамилия, имя, отчество? Стой, господи, жаль. Я все понял, молчите. Значит так. По месту жительства я вам пишу. Придете к местному участковому. Понятно. У себя, да? Да. Справка от нарколога. Так. Справка от психиатра. Хорошо. Понимаете, вы забываете свое имя. Вам на вид 45 лет нету. Вам гораздо больше. Больше, да? Да, у меня ставится впечатление, что у вас деменция. Старческая деменция. Или амнезия. Амнезия, наверное. Забываешься. Периодически. Это не постоянно. Потому что не может быть уже детей в таком году. Да, ну да. Вы же понимаете. Конечно. Вам не 45, а сколько вам лет? Не по адресу я тогда попала. Раз такое дело. Ну ничего, чтобы мне дома не говорил, ничего. Так что я пришла, я не жалею. Ничего. Ну ладно, пройду все, что вы пишете. В общем, вот эти справки вам надо пройти. Так. Потом не пройти с этими справками. Нет, а потом у вас там, поможет, будут лечить. Лечить будут. Я сейчас распечатаю вам листочек. Все. Это ваше. Ага. Вот здесь рецепт, покажете в местной аптеке. Ага. Хорошо. Еще есть вопросы у вас? Да, идите сюда. Куда? Ко мне. Зачем? Идите сюда. Да, говорит, женщина, перестаньте. Да, нет, только без этого. Не, 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 идите сюда. Мне чужого не надо. Вот поверьте, мне не хватает. А я это не чужого. Мне не надо. Мне не надо. Нет. Нет, давай. Нет, мне не надо. Я не возьму. Я денег не беру. У меня есть копилка. Копилка. Я не беру. Это благотворительность. Хотите, давайте, хотите. Мне все равно. Дадите, дадите, не дадите, не дадите. Не обижай. Она сюда не залазит, поэтому... Вот положите под копилку. Какая разница. Да, я к тебе не беру ничего. Да. Оно мне не надо. 300 лет. Да, надо. Чтобы я брал деньги. Нет. Хорошо сложили. Нас очень строго с этим. Знаете, сейчас как проверяют врачи. Сейчас не то время. Закончилось. Ну ладно. У вас еще вопросы есть? Нет. Ну, до свидания. Позовите следующую в кабинет. Хорошо. В коридоре. Вот, сейчас я выхожу. Все нормально. Следующая в пациенте. Хорошо. Выйдите вот сюда, прямо в коридор. Вот сюда? Да, да. Так, следующая, заходите. Заходите в следующую. Да, да, войдите. Ты скажешь, что ты не можешь забеременеть. Так. Вот. И скажи, что вы мне посоветуете, как мне быть? Ну, дальше. Ну, я скажу, лягайте на кресла. А креслом ты ляжешь вверх ногами. Что? А на кресла ты ляжешь вверх ногами. И что дальше? Я скажу, открывайте рот, показывайте зубы. Поняла? Я скажу, открывайте рот. Сейчас будем вас осматривать. Рот? Да. Так она что, забеременеть, а при чем рот? А при чем рот? Ну, так все, мы прикол. Ааа. Ага. Ты только ляжешь вот так на кресла. Вот так вот. Туда, ноги сюда, голову сюда. Да. Вот так, вверх ногами. Ааа. Голова внизу будет? Да. Так, а я тут ноги поставлю. Да не в те кресла, я в моей квартире. Так. Так, что за платье? Сейчас, сейчас, сейчас. Как и одеть, вот это с вами. Не верят, что Олекса прислала. А может, юбку и кохту одеть, вот то, что Ирочка с Москвы выслала? Олекса? Олекса, да. Ну, давай, давай. Да, юбку и кохту. А то я все платье, платье. Давай. Давай. Я вчера в том платье, что ты даривала. Так, я готовлю интерьер. Копилка сразу должна стоять. Это символ больницы. Так, Томас, иди отсюда. Сумочку бери. Так, Зайти, ты уже пишешь? Да. А я хочу вас пытать. Ну, пытай. Можно? Что мне сказать, Зайти? Ну, что ты считаешь нужным? Я, значит, считаю медведя. Ведмедя. Ведмедя клиника, да? Да, вы ведмедь. Вы клиника Ведмедя. А я, кого Виталий? Так и хочешь. Виталий Валерьевич. Виталий Парфирович, можешь. Да, Виталий. Так, сейчас. Видишь, и хороший. Сигнат Иванович, можешь. Як? Сигнат. Игнат Иванович? Сигнат. Кто? Скажи Амбел. Амбел. Амбел? Да. Это такое имя хочешь? Амбел Медведевич, это вы? Амбел. Да, Амбел. Это Амбел. Амбел, ты так запомнишь. Я по Амбел. Слышишь, Самилка? А дитюшку друге? Ничего, ну и что дальше? Не будет. Ну и что ты скажешь? Так. Ведвич, да? Клиника Медведя, да? Ведмедя. В. Клиника Ведмедя? Да. Вы Амбел Иванович. Амбел Иванович. Нормально. Амбел Кельтонович. Не, Иванович. Амбел. Амбел. Клиника Ведмедя? Да. Вы Амбел, доктор. Да, я скажу, здравствуйте, да, это я, что вы хотели, садитесь. Да. На что жалуемся? На что жалуемся? На что жалуемся? Ну, ты вообще хорошо менекомеджен. Хорошо, пошли. Я скажу, а что вы хотите? Что вы хотите? Я что хочу? Да. Я хочу вам рассказать о своей жизни со своей проблемой, что я не могу забеременеть. Не, гинеколог. А я скажу, лягай, только задай наперед. Не буду в рот заглядывать. Понимаешь? А ты будешь пытать, а вы туда дивитесь? Я скажу, конечно, туда. Вся проблема во рту. А ты скажешь, вы туда дивитесь? Доктор, а вы туда дивитесь? Я все такого не бачу. Ты вся проблема во рту. Ну там что-то, походу. Там стоит копилка. Ты должна дать взятку в конце в халатик положить. Ну, конечно, все, как полагается. Денежки у меня на столе, сейчас. Ты в лифчик запрячешь деньги. А? В лифчик запрячешь. В лифчик, да? Ну, сейчас здесь оттуда. А чтоб смеяться. Так, сейчас, а я тут не залезу. Так и залезу. Так, дай мне свои очки, я эти очки одену. А, это ж моих. Ну, это моих будут. Ну, это ж я заказала, это было недорого, да? Двести гребень недорого. Да, два стекла, 150 и 60 оправа. Да-да, войдите. Можно? Да-да. Добрый день. Добрый день. Сек-клиника Ведмедя? Сек-клиника Ведмедя, доктор. Мама, иди еще раз, доктор. Доктор чокнется с тобой. Ха-ха-ха. Давай, идите. Открыто. Добрый день. Добрый день. Сек-клиника Ведмедя? Клиника Ведмедя, я пытаю. Давай, еще раз давай. Я не могу. Ты как до врача находишься? Ты же скромно заходишься. Что ты, Ведмедер или будь-буч? Да. Сек-клиника Ведмедя, за дверью там. Извиняющимся тоном, как привыкли к нам врачам ходить. Да-да, идите. Женщина, не ломайте двери, мы только ремонт сделали. Аккуратно. Добрый день. Добрый день. Я вас слушаю. Сек-клиника Ведмедя? Ведмедя, да. Да. А вы доктор... Давай еще раз. А я к его звать? Амбел Иванович. Амбел. Только не сразу. Пять секунд, а потом стучи. Да-да, войдите. Войдите, сейчас обед уже. Добрый день. Добрый день. Скажите, пожалуйста, эта клиника Ведмедя? Да. Доктор. Я к доктору правильно попала. Я доктор. А вам какой нужен доктор? У вас запись или нет? Мне гинеколог надо. А какой вам гинеколог нужен? У нас тут два работы. Вы по записи или частное лицо? Вы частное лицо? Частное. Амбел. Я с Амбел, то Амбел. А, Амбел. Давай еще раз, мама. Ведмедя. Так есть Амбел. Есть Манвэ, Гучева Манвэ. Да нет. Амбел. Амбел. Пять секунд и стучи. Да-да, войдите. Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Вы по записи? Да. У нас не получается, я не могу забеременеть. Я не получается с мужем. А сколько вам полных лет? Ой, много уже. Я злую, мама. Подожди, стой на месте. Не вставай, я глядно. Так, сколько лет мужу? Присаживайтесь. Пятьдесят три. Пятьдесят три, да? Да. А как у вас интимная близость происходит? Сколько раз в день? Ну, раз в день. Я только раз в день. Раз в месяц. Ладно, ты не превзойдет. Ты не превзойдет. Ай, Гейта, мама расстроилась. Скажи, ну, какой там раз в день. Раз в месяц. А я пытаюсь, сколько раз в день. А, ты спрашиваешь, сколько раз. Давай еще раз. Что, сначала? Нет, ты встаешь, а я тебе скажу. Да, добрый. Ой. Так, сейчас. И что теперь? Эморегуляция давно была у вас? Что? Ну, это редко выходила, давно отсюда. А вы что, с ума сошли? Доктор, вы что-то не топ-клетете. Вы доктор, я простой человек. Первый раз такое обследование. Ой, что-то по-своему. Нет, это знаете, сейчас новые технологии просто. Да-да, войдите. Ну, по-моему, смешно. Да. Да. Сейчас, спина сзывай, давай. Сейчас, спина сзывай. Заходь, седай. Сейчас, спина сзывай.